Наш эфир продолжает программа ЧАС Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С удовольствием поздравляю вас с наступившим новым годом и ведь сегодня даже такая дата времени вполне привычная но я думаю это не проблема без вас я не мог провести первую неделю нового года так или иначе но в следующий понедельник мы с вами вновь встретимся и вас тоже с новым годом я не знаю с новым счастьем со старым счастьем и нет так или иначе будем считать что год завершился и можем подвести некие итоги года да я прекрасно понимаю что каждый год всем это сильно надоедает что кругом подводятся итоги но другой стороны тоже каждый год я повторяю так она есть все-таки всегда стоит после какого-то временного отрезка смотреть назад и посмотреть что собственно говоря происходило поэтому год вполне себе подходящий такой вот отрезок чтобы поглядеть что он нам принес и что нам ожидать от года нынешнего заодно поэтому благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска как всегда и перехожу к самим итогам но второй уже подряд год по идее в не лучшем настроении мы с вами встречаем потому что если год 19 кажется в другой жизни просто-напросто заканчивался в такой несколько почти эйфорической обстановке что повсеместный вроде как правый поворот как нам это оказалось и вроде бы все у нас в руках но вот как всегда правые все в общем-то профукали грубо говоря и в некоторых случаях мы с вами увидели и в ряде стран просто-напросто смену власти и приход к этой самой власти левых прежде всего в южной америке или например скандинавии скандинавии вообще теперь везде в южной америке ну не везде но во многих странах к сожалению и партии которые условно говоря считались правыми оказавшись вот получив эту самую власть в условиях к вида повели себя но мягко говоря ничуть не лучше чем левое а именно повсеместно ужесточать не пущать запирать и все такое прочее и в общем и целом год прошедшие нам все вот это вот с вами снова и напомню потому что мы с вами увидели что в ряде мест например в австралии или в нидерландах местные власти так озабочены здоровьем народным что готовы на людей спускать собак и бить дубинками и отстреливать курса преимущественно резиновыми пулями хотя по моему нидерландах я уже даже не уверен что только резиновый лишь бы вот все обязательно выполняли к видные меры при этом тоже вроде бы в австралии это точно партия которые числятся консервативный в нидерландах насколько я помню тоже относительно такая правоцентристская публика власти находится ну вот тем не менее пожалуйста в соединенном королевстве тоже и глядя вот на все это глядя на то как людьми в общем-то а как оказалось легко можно манипулировать и то что многие из нас да и в том числе всегда говорили да и продолжаем говорить о том что правительство но бюро когда раздувается и становится это огромная бюрократия они в принципе не работают но нашли способ чтобы при всей этой громоздкой бюрократии тем не менее получать возможность еще больше раздуваться еще больше людьми манипулировать потому что страх остается очень сильные эмоции с помощью страха действительно можно делать все что угодно и в этой связи я европе наблюдаю только в той же самой скандинавии но вы можете меня поправить кто следит за другими странами я уж привычно на сошлюсь на данию что там какие-то все таки даже несмотря на то что но там выборов не было в этом году точнее же в прошлом поэтому там и так и так левые сохранились но там все-таки какой-то намечается уже и мое противодействие и вопросах иммиграционной политики социал-демократы местные поддаются и пожалуй наиболее активное сопротивление к видным мерам я наблюдал именно со стороны датских правых но прежде всего моих любимых новых правах конечно закрытие школа против которого они выступали и более того вот недалее как сегодня местный эпидемиолог доктор крауза не имеющий отношения к политике насколько я понимаю надеюсь не имеющий вообще сказал что после омикрон эпидемии настанет конец и все будет замечать ну я врачи все эти эпидемиологи за два года сделали все чтобы мы не верили на самом деле но то что вдруг издание такое оптимистичное заявление исходит ну слава богу и поэтому продолжает тему того что чего нам ждать чего что мы видели в европе я уже сказал ничего хорошего вот я все-таки понадеюсь что по крайней мере скандинавские правы чего-то надеюсь добьются и новогоднее обращение пернил и вермундт моего любимого наверно европейского политика ну как конкуренцию и составит только и товарищи по партии сам по себе то что она говорила вот о борьбе с левыми социал-демократами это было замечательно но меня еще впечатлило то что в нынешних условиях такого уже почти официального антисемитизма который называется антисионизмом и так далее вермунд политики всегда на кого-то ссылаются они всегда кого-то цитируют вермунт своей вот новогодней речи цитировала теодора герцля и призывала всех датчан правых взглядов брать пример вот как раз сионизма и с израиля за что и я тоже что большое спасибо за такую вот смелость поэтому будем надеяться что в скандинавии может что-то все-таки разумное по крайней мере в дании мы с вами будем наблюдать в соединенном королевстве сказать сложнее там вы все знаете зачем я за кем я слежу как это битва с королевство с евросоюзом и при нынешнем то бездарном премьере джонса не закончится и что станет с моей любимой северной ирландии тоже с вами будем наблюдать и надеяться на лучшее именно на то что северной ирландии сохранится соединенном королевстве но во франции пожалуй тема для отдельного разговора когда там выбора уже подойдут и начнутся картина не очень радостная ибо не видно никого кто бы мог действительно нам напомнить о том что франция страна да так вели и ревели между прочим они многочисленные интересные политики которых я там наблюдаю они как-то до выборов не доходит но тем не менее тоже поглядим что и как в азии пожалуй единственное место где некоторые было спокойствие ну как на тайване сами понимаете там спокойствие не может быть потому что люди находятся в постоянном напряжении что там выкинут товарищи из китая но то что в японии правая партия консервативная сохранила власть это я считаю хорошо и фумио кисио кисида новый премьер пока пока рано говорить всего там сука пару месяцев считается премьер но пока производит впечатление в общем-то целом достаточно хорошим по-прежнему правила по которым в японии запрещены карательные меры и которые так или иначе исходят из американской хорошо сказал из японской конечно но вдохновленной американцами конституции они позволяют японцам сохранять целый ряд свобода которых в европе или в той же австралии даже не мечтают но и если кисида свои былые миролюбивые настроения сменил на более суровую позицию по отношению к китаю то слава богу и еще к вопросу о японии очень показательный момент это возвращение оба потому что обет пожалуй самый ловкий политика вообще в мире иван так скажу это как лихо он сам устранится естественно не на роль премьера а на роль одной из главы одной из фракций в правящей либеральной демократической партии но практически он в партии теперь стал одним из главных людей так как это фракция очень важная в японских партиях там фракции играют серьезную роль и раз он вернулся то значит возможно какое-то возвращение правых по всему миру мы все-таки увидим с вами не стал бы он просто так возвращаться ему вполне бы устраивало его нынешнее положение ну вот поглядим уже он тоже отметился рядом высказывание против коммунистического китая поэтому я думаю про про него мы еще услышим и в японии пожелаем всего самого хорошего а про края родные то есть российскую федерацию ничего тоже мне сказать у их положительного не приходится и продолжение укрепления ты не сталинистская неосаветская система продолжается а то что вождь наш к чью опухшую физиономию некоторые из вас могли иметь несчастье наблюдать в новогоднюю ночь я честно говоря не наблюдал но потом мы уже фотографии эти кадры разошлись у нас тут на мемы и так далее ну тоже стремительно догоняет байдена их тоже хочет превратиться даже уже не в позднего сталина в позднего брежнева но я думаю мы это вполне удастся хотя к этому товарищу мы еще вернемся но при этом заметить что у нас с одной стороны действительно вроде гайки закручиваются и либералы так или иначе под попадают в иностранные агенты и закрываются и так далее и закрывают и так далее но с другой стороны публика которая путина уж очень любит и позиционирует себя такими пламенными националистами она тоже так постепенно вымирает это что там один такой товарищ выпал из окна аккурат перед беседой путина и байдена может совпадение но всякое бывает националисты наверно было выпадают из окон дисты но вообще все это указывает на то что как-то перед мир мировым либеральным истеблишментом нынешняя российская власть тоже хочет выслужиться пусть и такими из только ей известными методами здесь у меня на будущий год никаких нет ни прогнозов ничего потому что что у нас происходит это никому не известно и что может произойти а в результате все мы привычно устремляем взоры на соединенные штаты хотя происходило много чего такого что все кто америку любит и восхищается американской системой но точно нам это за себя говорю да и за многих знакомых не очень нравилось это что вытворял байдена своими указами и то что пытаются делать демократы как на местах так и в сенате если идея спины с реформы верховного суда пока к счастью зависла то вы вот знаете что уже пытаются опять правила сенат переделывать чтобы изо всех сил протолкнуть и build back бета вроде бы уже почившие в бозе и конечно же учитывая что впереди выбора и выбор очень серьезно будут делать все демократ чтобы протолкнуть хоть один из законопроектов который ну практически подчинит полностью выборы федеральному центру а значит бюрократии в лице тех самых демократ ну и конечно же как всегда если у власти в америке оказываются левые то начинается что рост преступности чек как говорится да сделайте ставим галочку экономические проблемы ставим галочку мировая нестабильность потому что америка теряет свой престиж когда ее представляет вот такой вот с позволения сказать джентльмен тоже ставим галочку инфляция энергетическая зависимость но абсолютно все что мы с вами видим но повода для оптимизма есть все равно во первых только консерваторы в этом году в прошлом уже прошу прощения но привычки вот так называю показали зубы и стали более активно бороться в культурных войнах прежде всего что что касается критической расовой теории и родители здесь похватились и консерваторы это разыграли очень точно пример тому победа до гленны янкина который во многом на ку культурных войны пришел к власти это дальнейшее противостояние прежде всего на местах к вида тирании к вида безумию ну и это то что сенат хоть в его адрес часто есть за что критиковать и слишком часто идет на уступки демократам но то что в первые за первый свой год байден через сенат через конгресс уж будем обобщать в целом в палате было попроще ему конечно же да но то что его программа вот там застряла и ни один из законопроектов который должен был стать такой вот до трейд марком это торговая марка если хотите байденовского президентства это положительный момент это значит что против работает система сопротивляется будь на местах будь то губернаторы как десантис джан форте о котором мы говорили в прошлый раз или пусть она и петра стеряла былую славу кристина что все вот это вот здесь защитники америки пока справляются и то что суды в ряде штатов стали справляться с к вида безумием то что суды пытаются противостоять хотя вы не так активные не везде принудительные федеральные вакцинации все это пока некоторые осторожный конечно же оптимизм но внушает и таким образом если мы с вами уже обратим взоры наши в год наступивший то но главное что можно сказать пользуясь названием старой британской комедийной серии да это и обрать с чем обращаться ко всем консерватором это дакаре он то есть продолжать в том же духе никаких уступок ничего не позволять демократам и байдену что можно где его можно остановить верховном суде увы не все хорошо но тем не менее есть серьезная вероятность что ряд будет принят весьма важных решений из 2 поправкой связанных связанных из пресловутыми абортами которые права штатов тем не менее в раз расширит и защитит есть надежда что сенат продолжит сопротивляться пока меньшина пусть ведет свою игру ну и слава богу если он так ведет но и конечно же все мы будем смотреть на то что случится осенью потому что если демократы не проведут вот этот самый законопроект о подчинении выборов то вероятность того что обе палаты окажутся республиканскими она достаточно высока естественно все может измениться и к сожалению не в лучшую сторону и как я вам уже говорил тот же самый build back better его провал может помочь демократам потому что этот удар по экономике не состоится тогда но если республиканцы продолжит том же духе то шансы есть естественно это не означает что сразу же все будет замечательно но в конце концов вы не каждый консерватор республиканец но с другой стороны то есть наоборот не каждый республиканец консерватор уже заговариваюсь пусть простите не каждый республиканец консерватор но почти каждый консерватор так или иначе представляет республиканскую партию плохо что потерялся этот принцип и что в дима края кандидаты демократов перестали быть консерваторами а там только левый еще левее ну ничего не поделаешь так что естественно вам американским уважаемым слушателям и зрителям ваша ответственность возрастает что не просто голосовать за кандидат из букв кр а еще следить чтобы тучу человека были нужны взгляды и чтобы на праймерис побеждал именно он ну вот мы на вас смотрим что нам остается потому что защита федерализма защита разделение принципы разделения властей прекращение вмешательства государства во все уже отрасли жизни образование медицина да все что угодно это все должны делать действительно консервативные политики на местах ли в конгрессе ли да где угодно и избирать этих людей вам поэтому ответственность здесь велика но давайте будем надеяться что через год когда мы с вами привычно уже будем обсуждать итоги 2022 года все-таки у нас будет более такой оптимистичный настрой и за этот год байдена получит несколько синяков мы в переносном естественное значение к вида и тирания пошатнется я все-таки боюсь что совсем от нее избавимся еще не скоро но по крайней мере пошатнем и выборы пройдут нормально по их итогам мы получим действительно что-то но не скажу что уж полностью что будет сковывать байдена и демократов но по крайней мере будет сопротивляться потому что повторяю еще раз чтобы не творилось в мире чтобы не творилось у вас стране америка остается центром на который мы все ориентируемся и страна от которой мы ждем того что здравый смысл все-таки возьмет вверх ну вот ход ваш как говорится здесь умолкаю если сергей что добавить удовольствием передам слово я думаю что после выбора 22 года республиканцы должны играть по playbook демократов то есть как пока до тех пор пока в белом доме сидит здесь председатель никакое так сказать законотворчество никуда не двинется никакой закон нормальный байден не подпишет даже даже если допустим ну мы понимаем что в сенате не может быть квалифицированного большинства республиканцев дай бог чтобы они вообще в большинстве были в сенате на даже если они значительно выиграют в конгрессе то все что они смогут сделать это расследованиями и импичментом президента вот это пожалуй про то чем они могут заниматься с какой-то пользой потому что еще раз говорю никакого законодательства никакой законопроект нормальный никуда не двинется до тех пор пока в белом доме сидит зиц председатель так что да совершенно наверное это тот случай когда как говорил джеймс бёрдхам конгресс должен говорить нет вот все и вообще все тормозит что делает байден это нормально недаром же консервативные отцы основатели движения говорили что вот когда есть такой президент либеральные слишком много себе позволяющий то он подобен взломщику а конгресс должен быть подобен замку чтобы ему мешать но что касается до расследования импичмента вне зависимости от результатов таких расследования должны быть результату импичмента по ситуации но естественно сковывать байдена по рукам и ногам это обязательно ну и потом процедура импичмента которая будет наверняка транслироваться если уж совсем не обнаглеют средства массовой информации но не могут они от такого события отвернуться и замалчивать его то так сказать будет дана публичная оценка антиамериканской деятельности этой администрации во всяком случае я понимаю что двадцать пять процентов убер-либералс так называемых которые ни на что не реагирует ничто не смотрят не видят знают свое но есть ведь значительная часть так называемых независимых и те могут для себя сделать какие-то выводы к следующим выборам вот это пожалуй единственное что что возможно в этой ситуации для республиканцев хорошо так или иначе давайте мы попробуем прерваться на послушать рекламное объявление после чего вернемся продолжим если будут звонки уважаемые дамы и господа пожалуйста звоните возвращаемся в программу час ивана денисова телефон студии восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль на тот случай если у вас будут вопросы пожалуйста звоните и задавайте ну а теперь давайте попробуем принять звонок а потом продолжим добрый день добрый день вам скажите пожалуйста вот какое ваше личное мнение о моральном состоянии российских восемнадцати двадцатилетних которых вот десять лет промывали что кругом враги бедная россия и вот сейчас их будут посылать воевать с украиной вот насколько они готовы идти это насколько они верят пошаги действительно надо делать что там браги сидят спасибо но я не могу судить обо всех конечно же в москве среди людей молодых и как раз восемнадцати двадцатилетних с которыми я общаюсь довольно много кстати говоря естественно очень за достроение очень сильно изменились то есть я вам так скажу году 2009 10 да я такой старый что таких и молодых людей той поры помню тогда пропаганда действительно работала и тогда ощущение что кругом враги и мне периодически от подростков слышала не вы реально озвучивать сейчас в общем и целом молодые люди уже вне пропаганды и они не особенно верят что что им рассказывает но видите ли есть другая проблема это апатия и аполитичность вообще то есть это такое полное отторжение какого-то каких-то определенных политических интересов как таковых то есть есть конечно люди которые что-то пытаются молодые понимать и так далее и разбираться и думать и слава богу но преимущественно это все-таки держать себя вне политики вообще и в этой среде и если дело не дай бог дойдет до какого-то вооруженного конфликта то я боюсь что внутреннего противостояния все-таки не будет потому что повторяю это апатия она увы возьмет верх мне бы это очень не хотелось потому что те кто меня слушают часто те знают что я к своим ученикам отношусь очень хорошо и мне бы не хотелось чтобы кто-то из них оказывался на войне точно спасибо иван но и давайте состоялся очередной разговор по телефону между здесь председателем и путиным ваш комментарий да пожалуй единственное событие которое происходило более-менее такое важные за последние дни это как раз этот самый разговор и в принципе с одной стороны и по большому счету он конечно же бессмысленный то есть это такое абсолютная пиар ход для обеих сторон наша сторона рассказала всем что вот путин то прям вот байдену все и сказал что он думает и пообещал что если что-то разорвет все отношения и так далее байденовская компания там всякие прочее естественно доложили что все было совсем не так и что это вот байден сказал путину все что он про него думает прочитал лекцию и в общем такой крутой поэтому получилось так что смысла нет просто чтобы это я другая сторона лишний раз похвалили но какие здесь имеются некоторые подводные что называется течение которые развед аналитики усматривают но преимущественно говорю консервативных развед аналитиках естественно скажем некоторые американские аналитики указывают что для российской стороны этот разговор был более важным но и не потому что там путин что-то байдену угрожающую козу делал совсем не в этом дело а потому что перед грядущими переговорами и прочими разборками связанными с нато для российской стороны важно было про проанализировать как себя байден ведет что он говорит что он делает и так далее и с этой точки зрения конечно же до преимущества пропагандистской разведывательной вроде бы на российской стороне но другое дело что хочется верить американская разведка что там делает а не только ищет как бы побольше геев и лесбиянок взять на службу и не как бороться с глобальным потеплением и они там чтобы проанализировать тем более что как я уже сказала байден и путин они уже мало чем отличаются от вождей позднесаветской эпохи к глубочайшему сожалению на другой момент его высказал британский аналитик это ричард кем знаете к нему отношусь большим уважением пожалуй для меня главный эксперт вопросах безопасности но он весьма пессимистичен он считает что правление байдена приведет к тому что демократические системы во всем мире будут сильно расшатаны а может какие-то и развалятся вообще учитывая слабость байдена и пример афганистана а то что байден так как по словам каким по отдал афганистан джихадистам и китайцам а теперь готов нечто подобное сделаться и с украиной но мне хочется надеяться что кемп в своей аналитике все же не скажу что не прав в том что он рассказывает о байдене то он прав а вот в своих прогнозах все-таки он их слегка преувеличил но с другой стороны да так оно и есть мировые но мы их называем демократическими уж ладно будем от слова использовать государства они конечно же за время байдена сильно пошатнулись действительно и в этом плане у российской стороны у тоталитарных и авторитарных до россии шутки не тоталитарно авторитарная система у них некоторые преимущества имеется но с другой стороны я опять возвращаюсь к этому злосчастному выпадению из окна товарищу просвернена естественно на западе мало кто про него знает и слава богу но всегда здесь безотказные примеры из северной ирландии кстати говоря потому что когда накануне заключение соглашение страстной пятницы был убит биллера и таки вам рассказывал это был показатель вот тут что кто может помешать этому соглашению либо пусть не мешают либо их постигнет такая же участь тем более что в том убийстве там явно участвовали и правительственные спецслужбы то просвернен никакой не биллера это тоже персонаж почти трагикомический и более того я вполне допускаю что то что с ним случилось он действительно выпал случайно учитывая его какой безрадостный образ жизни последнее время но то что вот это опять так точно все совпало что личность представляющая для многих такой интеллектуального хотя я понимаю что ты просвернены по интеллектуальные рядом не очень хорошо смотрится совсем уже какой-то национализм российский пропутинский то что вот такие персонажи будут весьма удобно выпадать из окон умирать или вешаться в тюрьмах то это в общем показатель тот что путин то тоже боится в реальности и что либеральный истеблишмент врагом которого он себя так любит позиционировать в принципе он в россию в него уже так или иначе внедрил и хотя вот он может изредка изображать из себя все эти действия агрессивные и терроризировать украину и так далее но на какие-то уступки и на какие-то манипуляции внутри страны нацеленные не только на запугивание и без того бездарные либеральная позиция а еще и на постепенное уничтожение позиции такой неонацистской такое назовем что это у нас вот тоже работает посмотрим как это скажется на тех самых переговорах которым мы с вами еще вернемся а вообще мне тут прежде чем так раз перейти к нашему последнему сегменту вспомнилась тут мне история вот как раз благодаря герою этого сегмента и она мне вспомнилось что когда-то давным-давно картер чуть было не похоронил свои президентские шансы тем что сказал что в случае нападения советской армии на югославию он ни в коем случае не отправит туда свои войска очень похоже правда на то что недавно говорил байден и не потому что американцы 76 года после вьетнама так хотели воевать югославии боже упаси смысл был в том что нельзя говорить врагам о своих планах в принципе потому что вы сразу же даете им возможность выстраивать свою политику не обязательно даже военную какую угодно но картер к сожалению выкрутился хотя кстати говоря о чем мало рассказывают но в штате нью-йорк тогда сломался ряд машин для голосования почему-то и эти голоса оказались для его победа решающим а вот а что вот с байденом посмотрим но как видите он следует по стопам картера пока надеюсь будет следовать и в том что станет президентом одного срока но чему даст этот самый раз к чему приведут самые разговоры что у нас будет на переговорах уже 10 января ну будем говорить позже пока умолкаем если сергей что добавит с удовольствием передам слово давайте перейдем к следующей теме об актуальности сегодня журналистом рассказал про карту это я прочитал у журналиста по имени виктор ласки которого к сожалению сейчас мало кто помнит а это очень плохо потому что виктор ласки он родился в 1818 году умер в девяностом и он был одним из самых ярких консервативных политических журналистов 60 70-х годов прежде всего он известен как такой политический литературный убийца клана кеннеди где его ненавидели и роберт посылал за ним агентов фбр и так далее но вот так получилось еще что ласки он был и сторонником маккарти а из-за того что еврейский крайне правый журналист за маккарти но это сами понимаете безобразие какое-то вот и понятно что либеральный истеблишмент ласки старался замалчивать хотя бы книги пользовались огромным успехом его книга про джейф кейн например у меня издание 63 года она вышла в 63 году и она уже 11 12 издание по счету так что сами понимаете но я бы на две другие его книги обратил внимание потому что если их читать сегодня и просто менять имена то возникает ощущение что ласки напомню который умер в девяностом году вообще-то он писал про сегодняшний день но даже мог продемонстрируя их специально приготовил но вот такая книжка доведите и дедан старту из вот арги да вот так вот и видите имя автора заодно так вот понятно что здесь речь идет о вот аргейте который по мнению ласки был сильно преувеличен но что важно во первых ласки привозить огромное количество данных того как демократы использовали спецслужбы своих целях налоговые службы как те кто с пеной рта возмущался о том что пара прослушивание это плохо в меморандумах писали что для борьбы с маккарти или с никсоном и так далее прослушивали с голда утром прослушивание это как раз можно потому что на них нельзя распространять существующие законы и так далее а и второй момент это то что ласки описывает какое-то ненависть либерального истеблишмента книг сану она подчиняла абсолютно все и собственно говоря отрицала вообще любые какие-то человеческие эмоции все остальные и если вы будете менять сочетая эту книгу никсона на трампа то вы увидите что ласки точно описывал то что происходило шестнадцатого по двадцатый год и сейчас происходит но то что он описывает как демократы использовали спецслужбы это тоже происходит и по сей день поэтому еще раз повторяю книжку прочтите обязательно а вторая книга которую можно считать вообще странным образом путеводителем по дню сегодняшнего хотя тоже надеюсь что кишин финал здесь будет примерно такой же это вот такая книга тут да сейчас все время не разберусь как мне тут лучше поднести да вот так вот видите кто у нас герой и видите опять автор здесь просто-напросто удивительно первые же строчки этой книги уж не буду читать стиры по памяти что не было в белом доме человека более некомпетентного и недостойного этой роли и не было боль президента который бы в мире вызывал такое отторжение это картер повторяю и дальше то что описывает и в предвыборной кампании и в президентстве это книга 79 года картер еще был президентом то что ласки описывает здесь это как картер придает союзников будь то тайване или израиль или оказывать давление на израиль то как средства массовой информации игнорируют те правонарушения финансовые прочие которые родственники картера и люди из его окружения совершали когда на это просто закрываются глаза и министерством юстиции средствами массовой информации так далее все видите ну точно как в день сегодняшний это что западные лидеры другие просто-напросто боятся утратить контакты с америкой потому что от них зависит благосостояние и вынуждены изображать какую-то симпатию картеру вместо того чтобы говорить ему что как и надо себя с ним вести все это в книге присутствует что самое интересное описывается там историка про саудовских лоббистов которые были в окружении картера ну тогда еще китайцы и китайцы не нас не настолько проникли хотя картер же как и говоря и официально отношение с китаем установил поэтому ему за это отдельное спасибо а ну и что самое-то смешное есть в этой в книжке цитата из пета каделла помните такого колоритный персонаж кстати он как раз работал на саудовцев что немаловажно а здесь кадр тогда еще молодой полстер он пишет картеру перед выборами 76 года о том а кто может представлять наибольшую опасность для демократической партии будущего и он пишет что появился целый ряд политиков которые никак не связаны с традициями демпартии которые руководствуются исключительно левой модой подчиняются левым взглядом и если они придут к власти то они не будут они так одержимы вот этим желанием власти это и жаждой власти что они будут готовы на все и тогда демпартии придется будет совсем плохо придет полный финиш и что вот из-за этих молодых политиков кризисы стране демпартии будет тот еще ну и я задаю вам этот вопрос хотя думаю вы так уже догадались чье имя одно из первых в этом списке там пять или шесть фамилий ныне они все благополучно забыто кроме одного совершенно верно это сенатор джо байден как видите уже 76 году внутри самой демпартии джо байден считался одной из главных угроз и для партии и для страны но демократы не послушались а тот же кадр насколько я помню уже в последнем номер два года назад не даже теперь 3 9 19 он был уже ближе к трампу кстати говоря а вот ну а что касается виктора ласки то я думаю вы уже поняли потому что он рассказывал что во первых обязательно прочтите его к сожалению книги не так часто переиздаются что тоже безобразие но я думаю если постарайтесь что найдете про кеннеди обязательно прочтите но и вот те две книги на которые я ваше внимание обратил это прежде всего потому что ну вы по во первых получите массу удовольствия потому что ласки писал здорово он был действительно не просто журналист и писатель с хорошим чувством юмора правда с весьма злым ну и вот как вы поняли все то что он описывал в политической жизни 60-х 70-х и далее ну если он там обращался и к истории начинать там с 30-х годов примерно то вы поймете что во первых мы все что происходит так или иначе уже было и это с одной стороны хорошо потому что пережили тогда переживем и сейчас с другой стороны если предупреждение из прошлого мы с вами это не только эти касается америки это всех касается мы не будем воспринимать то рано или поздно все-таки это все эти грабли на которые всем исправно наступаем они шарахнут уже очень и очень здорово и тогда даже вот это вот убежденность что раз пережили один раз переживем еще раз в какой-то момент она может уже и не сработать поэтому читайте таких людей как виктор ласки чтобы этого больше все-таки не повторялось но я со своей стороны надеюсь что в ближайшем будущем все-таки ласки останется не столько актуальным сколько просто замечательным журналистам что сама по себе тоже ценно и что выводы из него все мы с вами сделаем и что вот этот год нам поможет сделать ласки менее актуальным а то чтобы все те безобразия что он описывал они остались бы только на страницах его книг ну или в 2021 году как минимум понимаю что это маловероятно но в новый год все мы надеемся на лучшее замечательно я вот подумал вы упомянули байдена о том что демократ еще тогда предупреждали и не только демократа его опасности я думаю что все косяки которые за ним тянутся за время его политической карьеры может быть и послужили как раз толчком к тому чтобы его назначить с вице-председателем потому что и может можно держать на коротком коротком поводке чтоб не брыгнулся чтобы исполнял любой я тоже заведуще перебиваю заметьте об этом не пишут но ведь картер тоже пришел и об этом сказал не просто так 41 голос который мог бы форда спасти получился из-за того что сломались машины для голосования да вот думаю так она к сожалению все и обстоит и держат байдена на коротком поводке и неважно соображает не соображает исполняет чью-то злую волю можно догадываться чью недавно прочитал какую-то статью большую о том что пара или тройка инвестиционных компаний крупнейших там авангард стоит стрит и black 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 черный камень black stone black stone да по сути дела получается контролирует в общем эти корпорации этим инвестиционные компании управляющие компании контролирует на самом деле посредством дочерних компаний посредством покупки других компаний там скажем они также участвуют в big tech владеют акциями то есть одни и те же инвесторы владеют и средствами массовой информации и большой фармой и big tech и получается такой замкнутый круг это вот то с чем нам простым смертным приходится бороться не знаю насколько у иван к сожалению времени уже не осталось немножко перебрали спасибо огромное спасибо вам всего доброго в новом году и до встречи в следующий раз следующий понедельник до встречи видео 1590 а.м.